Добрый вечер. Основные события дня в материалах наших корреспондентов. В студии Елизавета Лосева и коротко о главном. Олимпийский огонь прибыл на Тонскую землю. Сегодня символ игр в Сочи встречали жители Новочеркасска и Шахт. Вторая жизнь новогодних елок. Кому может пригодиться зеленая красавица. История любви в прямом эфире. Медиагруппа Южный регион проводит акцию ко дню всех влюбленных. Ростовская область принимает эстафету Олимпийского огня. Сегодня пламя пронесли по улицам Новочеркасска и Шахта. Завтра символ игр в Сочи увидят жители Ростова-на-Дону. Среди тех, кому выпала честность и факел, прославленные донские спортсмены, почетные жители Донского края и первые лица области. Хотели присоединиться, но смогли только наблюдать за церемонией и наши корреспонденты. Столица Донского казачества принимает эстафету у Волгограда. Гостей, прибывших на Дон с лампадой под казачьей песней, пляски угощают традиционным хлебом с солью. Около триумфальной арки символ зимних игр в Сочи встречают глава региона Василий Голубев и известные спортсмены. Мне бы хотелось пожелать всем поколоносцам, которые проведут по нашим городам, по улицам наших городов, успехов, потому что среди них выдающиеся спортсмены, работники социальной сферы, заслуженные люди Донского края. Право быть первым у коренованного черкасца. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу, двукратный чемпион мира Анатолий Носарев. Много лет защищал на мировом уровне честь страны. Да, это было очень ответственно, волнительно, потому что нужно добиться такой чести, чтобы применить эстафету огня в области. Ну, думаю, не удалось просто с волнением. 119-й город эстафеты Олимпийского огня принимает свой праздник достойно. В свой внеплановый выходной сотни новочеркасцев собираются вдоль маршрута. Даже несмотря на минусовую температуру, к Олимпийскому факелу прикоснулись 70 счастливчиков. Они преодолели около 15 километров по улицам города и передали пламя в руки земляков из шахт. По приветствиям! Олимпийский огонь! Город, занесенный в книгу рекордов Гиннесса по количеству олимпийских чемпионов на душу населения, встречает Олимпийский огонь на въезде. Среди встречающих Андрей Сильнов. Несмотря на молодой возраст, он уже гордость Донской земли. В 2008 году спортсмен завоевал титул олимпийского чемпиона по легкой атлетике. Среди десяти шахтинских олимпийцев больше половины тяжелоатлеты. Неудивительно, что миссию первого факелоносца доверяет олимпийскому чемпиону Давиду Ригерту. На его счету 63 мировых рекорда. Богатые традиции легкой атлетики поддерживает рекордсмен мира Сергей Маргунов. Возможностью выкупить именной факел прыгун в длину воспользовался не раздумывая. Факел будет передан в школу, в детскую спортивную школу, там где я числюсь. И я думаю, его поставят в легкой атлетический манеж. Елизавета Канаева, чемпионка и рекордсменка СССР, в беге на тысячу метров начинает свой этап напротив легкой атлетического манежа. Предстартовый мандраж такой же, как и 30 лет назад. Наверное, это мечта каждого, пронести какую-нибудь частицу Олимпиады, частицу Древней Олимпии. И каждый факелоносец, наверное, в прошлом был олимпиоником, это точно. Самую почетную роль доверяет тяжелоатлету, почетному гражданину города Шахт Геннадию Бессонову. Одним движением прославленный спортсмен переносит пламя в олимпийскую чашу на центральной площади. За один день в двух городах 145 факелоносцев преодолели забег в 29 километров. И совсем скоро эстафету подхватят ростовчане. Роман Саганов, Лев Клинов, Анастасия Васильева, Алексей Ануфриев и Сергей Зайцев... Донские волонтеры уже отправились к месту Олимпиады. Два месяца студенты, около 500 человек будут помогать в организации главного спортивного события года. Чтобы попасть в олимпийскую столицу, каждому пришлось пройти нелегкий отбор. С самыми успешными конкурсантами пообщалась Анастасия Кованцева. Кто-то вывел нас маше своим почерком, я люблю тебя, НПИ! Песня волонтеров заглушает объявление о прибытии поездов. Ближайшие два месяца студенты проведут в курортной зоне страны. Отпуск заслуженный. Перед путешествием каждый сдал сессию досрочно. У волонтеров будет 25 тысяч. Они будут работать во всех абсолютно сферах деятельности. Вот у нас, например, волонтерский центр ЮРГПУ НПИ был создан, вывел в номинации транспорт. Добровольцы едут не отдыхать, а помогать гостям сориентироваться в незнакомом городе. Кроме обязанностей живого указателя, активная молодежь берет на себя и демонстрацию гостеприимства. Отличное настроение. Это, мне кажется, главное для волонтера, чтобы он мог показать, как у нас все хорошо, как мы рады приветствовать всех. Конкурс на поездку в Сочи сравним с вступительным отбором в ВУЗ. Несколько человек на одно место. В прошлом году 1200 волонтеров заполнили анкеты. И только 500 из них получили билеты на поезд. По словам организаторов, главный критерий отбора – знание английского языка. Они заслужили своей работой, это право, потому что был отбор, они стали победителями в этом отборе. И я считаю, что пройдет какое-то время, и 10, и 20 лет, и они своим детям, потом даже внукам будут рассказывать. Вот я был волонтером на зимней Олимпиаде в Сочи. В эти дни на Олимпиаду в Сочи съезжается молодежь из 26 волонтерских центров России. Некоторые из них останутся еще и на Паралимпийские игры. Анастасия Кованцева, Андрей Токарев, Главное, новости. Областные власти призывают всех собственников многоквартирных домов как можно скорее определиться со способом накопления на капремонт. Выбор нужно сделать между специальным банковским счетом и региональным оператором. По правилам действительным считается решение, которое принято на общедомовом собрании и правильно оформлено. Образец текста каждый житель области может найти на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Если же выбор жильцы не сделают, то автоматически все собранные деньги будут отправляться на счет регионального оператора. Добавлю, в конце прошлого года власти области опубликовали региональную программу капитального ремонта. В ней расписан план с четко определенными датами, по которому в том или ином доме необходимо начать ремонт. А у собственников такого жилья с мая этого года появляется новое обязательство оплачивать в квитанциях графу капитальный ремонт. Новогодние праздники закончились и ростовчане потянулись с ненужными елками к мусорным контейнерам. Что делать с бывшими лесными красавицами, как их использовать? Ирина Довгаль изучила постпраздничную судьбу деревьев. Проблему использования новогодних деревьев, в одночасье ставшими никому ненужным мусором, везде решают по-разному. В Европе, к примеру, не пропадает ни одна щепка. Елки перерабатывают на мебельных фабриках, сжигают в котельных, принося в дом бережливых европейцев тепло и горячую воду. В нашей стране чаще всего праздничные деревья заканчивают свою жизнь на свалке. Ростовские коммунальщики к бывшим лесным красавицам относятся не хуже европейцев. Раньше выброшенные елки измельчали и отдавали различным хозяйствам, в том числе и зоопаркам. Но сейчас спроса нет. В полезных опилках попадаются осколки новогодних игрушек, мишура и клейкая лента. Животным это не по вкусу, да и опасно. Поэтому сегодня деревья просто измельчают и отвозят на полигон. Раньше мы их свозили в какие-то отдельные места для того, чтобы заниматься измельчением. А на сегодняшний день непосредственно на контейнерных площадках. Это и скорость. В общем-то тут больше плюсов, чем минусов. Собирать и утилизировать пришлось и нераспроданные елки. Предприниматели не рассчитали количество новогодних красавиц и в итоге в мусорных жбанах оказались сотни деревьев. А некоторые продавцы оставляли свой товар прямо на торговых точках. Пик выброса елочного мусора коммунальщики уже прошли в первый день после крещения. Но расслабляться еще рано. По опыту последние новогодние деревья оказываются около мусорных контейнеров в мае. Ирина Довголь, Андрей Токарев, Главные новости. Дипломатические отношения через искусство. В Ростовской галерее 3Н открылась персональная выставка Николая Полюшенко. Больше сотни картин художник посвятил Швейцарии и России. Что объединяет эти два государства на протяжении двух веков, узнала Валентина Назаренко. Часы, пастбища и тихая заводь для тех, кто не был в Швейцарии. Березы, храмы и дубрава для земляков, скучающих за границей. Двухсотлетие дипломатических отношений этих двух стран решили отметить открытием такой выставки. И каждый месяц теперь в нашей галерее будет открываться как минимум две выставки, посвященные тем странам, где был Антон Павлович Чехов. Вот первая выставка начинается в Швейцарии. Вся выставка работы одного автора Николая Полюшенко. Над этим портретом он трудился больше трех месяцев. В смешанной технике – тушь, перо, акварель, цветные карандаши. Портрет посла Швейцарии на фоне Шильонского замка был завершен как раз к открытию. Данная выставка, он ее видел уже и предложил представить ее в посольстве Швейцарии в Москве. Мы готовим передвижение этой выставки. О связи Швейцарии с Россией рассказывают не только картины, но и цитаты. В словах и красках – любовь двух представленных народов к труду, природе и своему происхождению. Подобные выставки были проведены в Израиле, Будапеште, Берлине, Мальте. Международные участники стали друзьями и уже несколько лет оказывают содействие в проведении таких встреч за границей. Анализируя нашу деятельность в течение четырех предшествующих сегодняшнему мероприятию дел, я могу сказать, что галерея стала не только культурным центром, но и центром взаимодействия людей, занимающихся и продовольствием, и образованием, и туризмом. Следующая подобная встреча состоится совсем скоро – 14 февраля. Участие в ней примет страна, близкая России не только по географическому расположению, но и по культуре – Украина. Валентина Назаренко, Андрей Токарев. Главное новости. Ко дню всех влюбленных телеканал «Южный регион Дон» проводит конкурс на лучшую историю любви. Влюбленные должны написать о своей паре в любом жанре или прислать не больше пяти оригинальных фотографий, либо видеоролик. А возможно и сочетание всех форматов. Выбирать победители будут сами телезрители, голосуя на сайте yukregion.ru. Любой человек может зайти на сайт и отдать свой голос за понравившуюся пару. Причем особенность такая, что можно отдать свой голос сразу нескольким парам. Далее, 12 февраля, голосование будет прекращено. В финал выйдут три пары, которых пригласят 14 февраля в вечерний прямой эфир «Утро в Кубе». И уже СМС голосованием определят победителя. Судя по прогнозам синоптиков, зима все-таки вступает в свои права. В ближайшие дни в большинстве районов области ожидается сильный снегопад. На дорогах Гололедецы, на севере региона снежные заносы. Ветер восточный и юго-восточный порывами 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха может достигнуть 26 градусов со знаком минус. Также в Усть-Едона из-за сильного ветра возможно повышение уровня воды. На этом все. Выпуск продолжит прогноз погоды и новости танского спорта. Редактор субтитров А.Семкин